Здарова, братцы! Вы на канале AndroNews. Ну что, тема ПК возвращается? Все чаще под нашими видосами я читаю комментарии следующего характера. Андрюха, верни сборки ПК. Ребят, я понимаю, что это нифига не основная специализация нашего канала, но иногда мы разбавляем контент интересными сборками. И вот я читаю ваши комменты и понимаю, что, ребятки, время пришло. Главным образом в этом ролике я хочу затестить новый процессор Ryzen 5 3600 с видеокартой Radeon RX 5700 XT. Чтобы вам было больше понятно, это новые продукты AMD, которые пошли по стопам Xiaomi. И чуть позже я объясню, почему. Все остальные комплектующие меня, мягко говоря, не особо интересуют, поэтому сегодня сборка будет нифига не рациональная. Но не волнуйтесь, в ходе процесса я обязательно буду предлагать и более оптимальные варианты комплектующих. Те люди, которые шарят в компьютерных железках, наверняка понимают, почему меня заинтересовали именно эти модели процессора и видеокарты. А для тех, кто не в теме, я объясню буквально за пару слов. Хайповые новинки. Если провести аналогию, то вот эти вот ребята, такие же горячие, как, допустим, Redmi Note 8 Pro и какой-нибудь Realme X2 в мире смартфонов. То есть топ за свои деньги. AMD сейчас идут по тому же пути, по которому и Xiaomi, только в мире ПК. Чтобы все это дело затестить, я взял материнку Asus ROG Strix X570 и гейминг. Это просто охренительная мать. В ней есть все, что нужно, причем реализовано очень грамотно, как надо. Именно поэтому она и стоит пипец как дорого. Практически в полтора раза дороже нашего процессора. Почему я взял настолько крутую материнку? Ребят, я вам говорил, что сегодня сборка будет нифига не рациональная, и я с вами как всегда честен. Вот то, что дали, на том и тестирую. То есть я не покупал из-за своей деньги, вот, ну, типа других вариантов у нас нет. Для наших тестов она более чем подойдет. Тем более, единственный ее минус, это высокая стоимость. Но раз уж я обещал вам порекомендовать что-нибудь более оптимальное, то предлагаю обратить внимание на Asus B450 Pro Gaming. Мне кажется, это отличный вариант под такой процессор. Но сразу обращаю ваше внимание, что на заводской прошивке материнская плата B450 сразу же не видит процессор. Поэтому для того, чтобы облегчить процесс, вам лучше отнести ее в сервисный центр, чтобы вам все это дело перепрошили. Ну, либо второй вариант, если у вас руки не из жопы, и имеется предыдущая версия процессора, тогда можно все это прошить самостоятельно в домашних условиях. Итак, у нас есть процессор, видеокарта и материнка. Теперь самое время выбрать оперативную память. Причем под наш процессор нужны как минимум две хороших планки. В то же время нет смысла брать тупо самую дорогую. Нужно знать меру, чтобы не переусердствовать. У меня уже есть две планки по 8 гигабайт. Kingston HyperX Fury с частотой 2666 МГц. Поэтому я решил использовать то, что есть. Но вы можете купить вариант подешевле. Например, какой-нибудь аналог от G-Skill с такими же параметрами. Теперь нам нужны накопители. В этом плане я всегда был сторонником связки SSD плюс HDD. В качестве SSD накопителя под систему и все самые важные приложения, я взял Kingston KC2000 на 250 гигабайт формата M.2. В принципе, хороший вариант за свои деньги. Дешево и сердито. А вот жесткий диск я выбрал Western Digital Blue на 1 терабайт. Там у нас будут храниться всякие нужные и ненужные файлы. Преимущественно, конечно, ненужные. Теперь, как вы понимаете, нам нужно найти что-нибудь надежное и качественное, чтобы запитать нашу машину. Я уже давно топлю за блоки питания от Seasonic. Именно поэтому я взял себе так называемую золотую модель на 750 ватт. В то же время, я понимаю, что это, скажем так, не самый дешевый вариант на рынке. Ну и самый дешевый блок питания я вам покупать ни в коем случае не советую. Если вы хоть как-то дорожите своей будущей пекарней, вы этого делать не будете. Как вариант, можно рассмотреть что-нибудь от Chieftech. Но это, скажем так, минимально допустимый вариант. А если вы хотите, чтобы ваш компьютер работал долго и без сбоев, тогда надо брать Seasonic. И напоследок, корпус. Я понимаю, что у каждого из них есть свои спеки, технические характеристики, нюансы и так далее. Но давайте откровенно. Большинство людей их выбирают тупо из-за внешнего вида. Я, конечно, к таким не отношусь, но вообще здесь дело вкуса. Можно взять какой-нибудь дешманский вариант за 50 баксов, либо же можно взять себе за 200 долларов. Мы же выбрали середину. Если говорить об оптимальном решении за разумные деньги, тогда стоит присмотреться к модели AeroCool Cyclone. Но с самого начала ролика я вам сказал, что сборка будет нифига не рациональной. Поэтому я взял корпус AeroCool Clone. Мне просто понравился его внешний вид. Опять-таки, понимаю субъективно. Но вы только посмотрите, как круто выглядит этот компьютер в сборе. Заранее простите за грубость, но если вам не нравится то, что вы сейчас видите, значит вы просто не шарите. В итоговой сложности стоимость пекарни, которую мы собрали, составляет полторы тысячи долларов. И я согласен, что это нифига не дешево. Но, ребятки, с самого начала я вам говорил, что сборка будет нифига не оптимальной. Если взять во внимание альтернативы, которые я предлагал по ходу ролика, стоимость такого компаса составит приблизительно 1100 долларов. Я считаю, что это прямо топ за вот такое вот железо. Ну, а сейчас я предлагаю перейти к тестам. Честно говоря, я уже знаком с результатами теста видеокарты Radeon RX 5700 XT. Если вкратце, она демонстрирует практически такую же производительность, как GeForce RTX 2070 Super. То есть, что-то среднее между 1080 Ti и обычным 2070. И согласитесь, это круто, если учитывать тот факт, что Radeon имеет ощутимо более привлекательный ценник. Вы, конечно, можете обратить внимание, что RX 5700 XT не имеет поддержки Ray Tracing. Но я вам напомню, что у RTX 1080 Ti тоже нет. Если говорить совсем откровенно, сейчас на рынке не так уж много проектов с поддержкой этой технологии. Если вы даже на сильном настройках включите поддержку трассировки лучей, это здорово ударит по количеству кадров. А ощутимой разницы вы не заметите. Скажем так, это не стоит той просадки FPS, которую вы получите. Ну, а, ребятки, давайте же перейдем к тестам. Чтобы процесс тестирования проходил максимально комфортно, мои друзья из SteelSeries подарили клавиатуру Apex M750. Это крутая геймерская модель в премиальном металлическом корпусе с механическими переключателями QX2 и полностью настраиваемой RGB-подсветкой. Короче, круть. В игре Ведьмак 3 на запредельных настройках графики, но с выключенным Hairworks, имеем стабильные 100 с лишним кадров в секунду. В среднем около 140. При этом все ядра процессора нагружены где-то наполовину, то есть имеется еще довольно внушительный запас мощности. Идем дальше. Включаем Metro Exodus. Максимальные настройки без трассировки лучей. В среднем имеем 125 фпс, в то время как процессор загружен всего лишь на треть от своей мощности. PUBG на максималках имеем те же показатели, около 120 кадров в секунду. А процессор нагружен где-то на 30%, около того. Далее проверяем Assassin's Creed Odyssey. А я напоминаю, что это очень требовательная игра. Но даже в ней на самых высоких настройках графики мы имеем в среднем около 60 фпс. А для такой игры это более чем нужно. Процессор снова нагружен чуть более чем наполовину, но никогда не на 100%. То есть мы снова имеем запас мощности. И напоследок я оставил Kingdom Come Deliverance, где сами разработчики назвали ультра настройки графики конфигурацией для будущего поколения видеокарт. А у нас, собственно, именно такая видеокарта и есть. В итоге мы получили заветные 60 фпс, а процессор нагружен где-то наполовину. Короче, давайте подведем итог. Видеокарта RX 5700 XT позволяет вам с комфортом играть даже на ультра высоких настройках графики в любые игры. Ну а процессор Ryzen 5 3600 за все время мне ни разу не удалось нагрузить на 100%. То есть вы всегда имеете запас мощности. В итоге два вот этих вот компонента, ребята, это топ за свои деньги. Вы, конечно, можете купить более дорогие компоненты, типа там Core i9 и RTX 2080 Super. Но, ребятки, стоит ли переплачивать, я в этом не вижу смысла. Во всяком случае, если вы покупаете себе игровое решение. Так, ну а теперь по традиции я отвечаю на ваши комментарии. Поглядим, что там приготовил для нас наш редактор. Так, смотрим. Тринь-дринь. Давай. Так, первый коммент. В семье три Xiaomi. Все довольны. Красавчики, семья Xiaomi-стов. У вас секта, поздравляю. Так, дальше. Умеешь ролики снимать? Ни о чем, но прикольно. Слушайте, ну это тоже нужно уметь, правильно? Вот ни о чем, но прикольно, это тоже нужно уметь. Но вообще мы стараемся всегда закладывать какой-то смысл. Если у нас это не получается, блин, тогда мы заняты немножечко не тем. Так, Андрюху достань поскорее на обзор Realme X2. Хотим посмотреть, что это за аппарат такой. Слушайте, ну давайте начнем с Realme XT, а потом уже доберемся и до Realme X2. Главное, чтобы этот смартфон продавался в наших странах. Если нет, тогда какой смысл? Потому что китайскую версию брать точно смысла нет. Три комментария по традиции. Пишите свои комменты под этим роликом. Возможно, они попадут в следующие выпуски, я их зачитаю. Короче, ребятки, спасибо за просмотр. Вот такая вот нас пекарня получилась. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить пальцы вверх. Делитесь этим роликом со своими друзьями. И да пребудет с вами Ray Tracing или Android. Короче, да хотя бы что-то с вами пребудет. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин